МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Москва. Док-шоу. Пусть говорят". В этой студии мы обсуждаем невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. Иисус Христос. Так 7 лет назад житель Житомира Владимир Радзюк назвал своего младшего сына. Меня зовут Иисус Христос. Я святой. Я старый, я могу помогать людям. У дома, где живет малыш, ежедневно собираются сотни паломников, желающих прикоснуться к чуду. Отец Иисуса утверждает, что его сын может творить чудеса и способен исцелять от неизлечимых болезней. Дядя Иисуса Виктор Радзюк не признает святость племянника. Он считает, что отец мальчика просто зарабатывает деньги, торгуя собственным сыном. Мне стыдно, что мой брат Владимир Аферест зарабатывает деньги на моем племяннике, назвавший его Иисусом Христом. Каким образом бывшему милиционеру из Украины вот уже 7 лет удается зарабатывать на явлении Христа народа? Добрый вечер. Разрешите мне представить гостей в нашей студии депутат Госдумы Павел Зырянов. Добрый вечер. Общественный деятель и писатель Мария Арбатова. Психотерапевт Юрий Полищук сегодня гость в нашей студии. Журналист Александр Никонов. АПЛОДИСМЕНТЫ Телеведущая Анна Суботина сегодня у нас в гостях. И протеерей отец Максим Обухов. Добрый вечер. Ну а я хочу пригласить в студию отца Иисуса Христа Владимира Радзюка. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Рад вас видеть. Присаживайтесь. Вы помните, что, скажу так, энное количество лет назад мы с вами встречались в Киеве. Целую неделю мы работали в прямом эфире как раз из Украины. Давайте напомним фрагмент той программы. Внимание на экран. Владимир, скажите, почему вы назвали своего сына именем Богом? Эта идея еще была у моего деда. Он хотел меня так назвать. Ну скажите, вот говорят, какое имя человек получит, да, вот так он и будет жить. Вот не обрекаем ли мы вот этого малыша на то, что вот на какие-то вот земные страдания? Все зависит от него и от окружающих, будем говорить. Это сестричка же, да? Придите, как зовут? Наташа. Наташа, ты как ты называешь братика? Масик Иисусик. Масик Иисусик, понятно. Да, да. То есть по-разному, по-детски, знаете. Ну что, я думаю, что маленькому Иисусу Христу, держи, игрушка и тебе побольше львенка, да? А сколько лет сейчас мальчику? Вот мы сейчас видим его на экране. Сейчас ему вот в сентябре месяце исполнится 18 сентября, 7 лет. Мальчик, вот вы его видите вот на экране, он совершенно внешне, он не отличается ничем. Ничем. Но имя определило судьбу, он же понимает свою исключительность. Безусловно, он понимает все. Давайте послушаем, что сам ребенок говорит о себе. Внимание на экран. Мне нравится имя Иисус. Просто у него черные волосы, у меня белые. Я из Дары могу помогать людям. Если вы придете при меня за помощью, я вам поможу. Приходят на меня смотреть. Там из Киева. Тетя из Москвы тоже приезжала. Мне кажется, что я обычный. То есть, когда люди приезжают, как он помогает людям? Ну, будем говорить, любой человек, у меня двери не закрываются. Давайте сейчас все-таки к фактам. Вот приезжают люди, он говорит, приезжала тетя из Москвы. Вот тетя из Москвы что говорит? Мне плохо, я болею, да, или что? Нет, нет. Она общается, вот дает, будем говорить, казалось бы, угощает его конфетами. Там привозят игрушку. Я не могу запретить ни вам, ни будь кому общаться со своим ребенком. То есть, он благословляет каким-то образом этих людей? Нет, ну, они общаются. Знаете, в жизни всякое бывает. Ну, пришла бабушка, приехала, не знаю, откуда она приехала. Ну, гуляла с ним. Ну, и уже при выходе в дверях, ну, выпалила. Извините меня, я был сам в шоке. Она говорит, не думала никогда, не гадала, что я доживу, например, ей 87 лет, что я доживу и увижу Христа. А как у него в свидетельстве о рождении написано? Какое имя? Вот у нас есть, пожалуйста, да. Вот написано, фамилия Радзюк, имя Иисус Христос, ну, там на украинском языке Владимирович, на русском Владимирович. Ага. Но и были проблемы, когда вы регистрировали? Ну, безусловно, что было, потому что бывший президент Украины Леонид Кучма попросил изучить этот вопрос. Если нету никаких противоречий, ну, высказать свое мнение. И они пришли к выводу, что никаких противоречий не найдено. И потом уже в ЗАГСе выдали нам свидетельство о рождении. Давайте послушаем, что все-таки местная епархия говорит об этом явлении. Внимание на экран. В нашей традиции даже малейшая имитация Христа считается, внешняя имитация Христа считается, ну, предосудительной. Представляете, это существо, которое не имеет начала и конца. Существо, которое никак нельзя не отделить от отца. А здесь речь идет о обычном житомирском мальчике, который ничем, в общем, перед белым светом не... Давайте послушаем вашего брата. Он приехал сегодня на программу. Что скажет он? Встречаем его. Виктор Радюк. Добрый вечер. Хочу всем сказать, у нас в роду никогда не были священниками. Мы близнецы. Это аферист, который назвал сына Иисусом Христом. Мы возмущены все в роду. Я приехал. Все бросил, я приехал, чтобы вы знали правду. Это аферист был. Он зарабатывал на нем деньги. Хай скажет, сколько он угробил своих детей, которые сегодня в интернате находятся. Я не боюсь ему глаза сказать. Вы заявляете, что дети вашего брата находятся в интернате? В интернате находятся. Он сказал, что он их будет сам воспитывать, но он ни разу не воспитал его детей. Они в 12 лет пошли в школу. Это старшие дети? Да, вон они сидят сзади. Вы воспитываетесь в интернате? Нет, нас воспитывал папа. Папа? Конечно. А сейчас где вы? Сейчас мы в девятой школе. Это что такое? Школа-интернат? Мы просто отставали от программы, потому нас туда забрали. В 2000 году меня вот с этими детьми, вот, что вы видите, видите, выгнали в дождь, в дождь собственного дома. У вас есть брат, у вас есть родственники. Я вам скажу, Андрюша, одно, и словами Христа, тот брат мне, который в трудную минуту подаст руку, этот брат был депутатом городского совета и в квартиру себя меня с детьми не пустил. Виктор, это правда, что вы не пустили родного брата на порог? Владимир, была четырехкомнатная квартира материна. Ты был приписан там. Когда я женился и с маленьким ребенком, что вы сделали с братом? Вы подали меня в суд, выселить с моей материной квартиры. Я в нее оставил. Я добился себе квартиры. Я не ходил, не просил. Я своими руками зарабатывал. Я не ходил, детей не показал. Дети, пошлите, будем стоять, просить, позориться. Я своими руками, трудом. Ты знаешь, какую я работал? Я тягал, люди добрые, я тягал трупы. Я с земли выкапал, я работал, у меня служба была. Я под сутками работал. Я его попросил, прийди ко мне на работу. Будем вместе работать, будешь деньги зарабатывать. Как он сказал, ты труповоз, ты трупы тягаешь. А не больно мне было? А я все-таки выходил, в 3 часа ночи, в 4 часа ночи вставал. Людям пришел, помогал. Тягал вот этими руками. Аварии, люди валяются, тело я руками собирал. Я не боялся труда. Виктор, скажите, а что получается, что Владимир с детьми просит милостыню и дети зарабатывают таким образом? Мне звонят с Киева. Говорят, приедь в Киев, посмотри, как твой брат стоит с детьми и просит. Я все бросаю, приезжаю в Киев, да. Он стоит, стоит. Вова стоит в ящика, они стоят, просят. Выбачьте мне, мне на сегодняшний день, мне люди тыкают, пальцами говорят, что вы допустили до того. Виктор, только скажите мне, как вы думаете, почему Владимир назвал своего сына Иисусом Христом? Если человек никогда не работал, он стоял с детьми в Киеве, в переходе, гоняла милиция. Раз гоняла милиция, второй раз милиция выгнала. Как можно зарабатывать деньги, не работать? Вот у него родился сын. Его перемкнуло. Ага, я сегодня назову его Иисусом Христом. Выбачьте меня. Я бы тоже мог бы назвать сына, у меня тоже дети есть. Как он говорит, что мы... Сейчас одну минуту, женщина. Назвал, правильно он назвал. Возможно, так считайте. У каждого человека свое мнение. Назвал этого ребенка. И дай бог, может быть, этого ребенка пойдет все хорошо. Может, этот ребенок станет выше всех. И не будет менять ни фамилию, ничего. Батюшка, вы считаете, все должно пойти хорошо у этого мальчика, которого так назвали, или нет? Это обычная история. Вы знаете, я скажу, что дело не в имени. Потому что существует традиция, скажем, в Греции, и в других странах так называют детей. Но на Руси так не принято, конечно. А о судьбе этого ребенка, конечно, говорить, я думаю, очень печально. Потому что при таком воспитании он не получает нормального образования. Это будет еще тема для другого. Я извините, перебью. В Новом Завете сказано, что имя Иисуса Христа превыше имени всякого. Вот превыше имени всякого. Как вы, верующий, православный человек, могли против Нового Завета пойти? Объясните, пожалуйста. Вы правильно сказали, что в Новом Завете написано. Но вы либо не читали его, а услышали его. А вы никогда, извините, толкования этого не знаете. Вы утверждаете, что вы верующий. На самом деле вы приносите его реально в жертву этого времени. И его на самом деле будет общество наказывать и гнать. Как вы, отец, можете это допустить? И вообще, я хочу вам сказать, вы очень похожи на сектанта. Я не удивлюсь, что через некоторое время вы поведете людей под землю, на гору. И заставите своими проповедями, дурацкими, дурацкими проповедями. Тогда ответьте мне на такой вопрос. Ответьте мне на такой вопрос. Слова из того же Евангелия. И отдал Бог сына своего. Александр, вы думаете, что это тоже такой бизнес-проект нашего гостя, который зарабатывает деньги? Или вы считаете, что... Я вот сейчас все слушаю и думаю, какая смешная трагедия. С одной стороны, конечно, да, и в Испании, в некоторых других странах называют Иисусом Христом имя такое. Ничего страшного в этом нет. И даже то, что человек может зарабатывать на этом деньги, не страшно. Но вы-то должны себе немножечко отдавать отчет. Хотя нет, вы не сможете этого сделать. Я вам положу. Спокойно. Тут Мария. Вы знаете, ужас в том, что люди, которые называют ребенка Иисусом Христом, с удовольствием его в 33 года распинают, да? Для чистоты стиля. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что этот человек не может воспитывать детей. Вот два ребенка в интернате. И мне кажется, что надо разбудить спящие правозащитные организации. И мама-то у детей есть? Кто вот рожает детей? Вообще, что там происходит? Над одним ребенком просто делают из него клоуна для заработка. Другие дети как бы отстают от уровня развития. Мама есть? От кого дети? Давайте пускай дети решат, кому им лучше. Если сегодня дети вот здесь, сейчас вы их спросите, если я им плохой, я их не устраиваю, я согласен, пускай их возьмет государство на воспитание. Мама, где? Давайте так. Не-не. Мама, где идти? Давайте не будем. Будем рыть лень. То есть, что вы хотите сказать, что вам лучше в интернате, чем с папой? Мне лучше с папой. С папой. Так они у вас в интернате, они же хотят быть с вами, они у вас в интернате. Андрюша, вот почему я сказал, это вынуждены были они пойти в интернат. В 2000-м выгнали нас на улицу. Мы скитались, нельзя было... Кто выгнал? Где мама? Обожните, думайте привычку дослушать. Вы же не ответили ни разу. Где мама? Давайте мы сейчас перемся на короткую рекламную паузу. Далее в нашей программе появится человек, который уже несколько лет следит за судьбой маленького Иисуса и считает, что этот ребенок святой после рекламы. Пусть говорят, сегодня мы обсуждаем историю маленького Иисуса Христа из города Житомира. Именно так Иисус Христос 7 лет назад житель Житомира Владимир Радюк назвал своего младшего сына. Меня зовут Иисус Христос. Я святой. Я старый могу помогать людям. У дома, где живет малыш, ежедневно собираются сотни паломников, желающих прикоснуться к чуду. Отец Иисус утверждает, что его сын может творить чудеса и способен исцелять от неизлечимых болезней. Дядя Иисуса Виктор Радюк не признает святость племянника. Он считает, что отец мальчика просто зарабатывает деньги, торгуя собственным сыном. Мне стыдно, что мой брат Владимир Аферист и зарабатывает деньги на моем племяннике, назвавший его Иисусом Христом. Каким образом бывшему милиционеру из Украины вот уже 7 лет удается зарабатывать на явлении Христа народу? Сейчас в нашей студии появится журналист Виктор Котенко, который уже несколько лет следит за судьбой маленького Иисуса и считает, что этот ребенок святой. Встречаем его. Виктор Васильевич, ну что у вас, человека серьезного, журналиста, заставило поверить, что ребенок – это чудо-ребенок, и он действительно может исцелять? Естественно, это чудо-ребенок. Каждая мать, каждый отец о своем ребенке также может сказать. И все понимают, что такое имя дается человеку совершенно не случайно. Вы здесь в студии наблюдали ситуацию, которая была от сотворения мира. Два брата – Каин, Авель. Вы же видите, ситуация как развивается. Имя Христа проповедуется, неважно каким способом. В других странах на такие вещи не обращают внимания. Здесь какая болезненная реакция. Мир его отторгает. Вот вы были в доме у Владимира? Да, был в доме у Владимира не один раз. И сразу хочу сказать, что он бедствует. Он на этом ребенке, на мой взгляд, не заработал ни копейки. Там нищета полнейшая. Как настоящий Христос родился в Хлеву когда-то, так нынешний проживает в Хлеву. Но мы слышали, что Владимир не работает, и всю жизнь не работала ни дня. Может быть, в этом причина в том, что так все... Вы знаете, у нас полукраины не работает. Их за это не распинают. Понимаете как? У нас очень тяжело с работой. Я думаю, это не преступление. Но вы почувствовали на себе чудодейственную силу мальчика? Я был рядом с мальчиком, находился рядом с мальчиком. Естественно, такое имя накладывает свой отпечаток, и я думаю, что Господь Бог этого мальчика в обиду не даст. Никак и ни при каких обстоятельствах. Создается впечатление, что вы с этим священником где-то в сговоре. И делитесь прибылями, честно. Потому что ничего вразумительного я не слышу. Отец Владимир, вы какой сейчас церкви принадлежите? Кстати, я вот тут привез документы. Община решила перейти под юридицу автокефальной. Я пошел вместе с общиной. И вот тоже привез указ. То есть вы в расколе? Кого? Вы в расколе. То Филарет в расколе с ними. Это все странно в расколе. Давайте послушаем, что говорит житомирская епархия на ваш счет. Внимание на экран. Давайте. Что касается вот этого человека, так называемого отца Владимира, то это нормальный, обычный аутсайдер. Вот как сейчас принято говорить, лузер. У него ничего не получилось в жизни. Почти ничего. И тогда он, самоутверждаясь, вот в таком несколько затянувшемся подростковом проекте, стал присваивать в себя различные научные степени, религиозные степени. Вот он имеет теперь отношение к ордену тамплиеров, в частности. Видимо, потенциал исчерпался. Родился мальчик, несчастный мальчик, который был наречен Иисусом Христом. Папа ему мало того, что обеспечил абсолютно нескучное детство и подростковый возраст. Видимо, потом мальчик сменит ими, потому что трудно жить на белом свете, называясь сыном Божиим. Но дело-то выше и сложнее. Ведь если мальчик Иисус Христос, то, стало быть, Папа Бог-Отец. Знаете, мы вот 70 лет жили в государстве, где было огромное количество владлен, доздроперм и каких-то еще там... И, в общем-то, дети, наверное, тоже, я думаю, что они были не очень счастливы, но родители их об этом не спрашивали. В конце концов, они там, я не знаю, все устроили, наверное, свою жизнь. Поэтому я не понимаю, почему, почему нет, почему нельзя назвать вот так... Мне кажется, это даже хорошее, но это как-то лучше, чем доздроперма, мне кажется, потому что это человеческое имя. Ну, вообще, принц. Просто человек неграмотно раскручивает свой проект. Обратитесь ко мне, я вам сделаю нормальный бизнес-план, вы будете по-настоящему зарабатывать. И уже, тем более, что отдавать кому-то детей, подождите, вы знаете, у наших государствах настолько... Если бы я ребенка назвал бы Гитлером... Вы измените, вы меня теперь только не перебиваете, пожалуйста. Я бы сегодня здесь не был. Нет. Знаете почему? Простите, пожалуйста, не перебиваете. Раз, раз, не-не, раз. А я выбирал имя своему сыну. И я вам скажу, самое дорогое это Иисус Христос, потому что я увидел, что именно он его оправдает. И я не придется мне перед Богом краснеть. Виктор, вы верите Владимиру? Вы понимаете, сегодня, сегодня, назвать сыном Иисусом Христом, это надо быть кощувственным. Кощувственным быть. Можно назвать. Юрий Ильич, а вы считаете, что ищет Владимир? Можно назвать сына, одну минуту, можно назвать сына Иисусом, но не Христом. Выбачьте меня. Мы сегодня стоим перед Христом. Я приехал сюда ради того, чтобы научить его изменить фамилию сыну, потому что это позор. Это грех лягает. Здесь дело не только в имени. Здесь речь идет о том, что образуется какая-то новая секта. Человек, этот господин, он просто болен. Это совершенно печальная история. Вы согласны, Юрий Ильич? В этих словах священника действительно для специалиста по вопросам психического здоровья есть определенные основания, есть пища для размышлений. Вы обратите внимание на то, как держится Владимир. Он держится как авторитарный тип, который заряжен колоссальной энергией, определенной идеей. И эта идея у него получает развитие на протяжении многих лет. Он чувствует себя страдальцем, гонимым. Он бросает вызов православию, православной церкви. Он один борется против многих врагов, которые оказались, в том числе и его брат, в окружении. И он не намерен сдаваться. Он должен достичь своей цели. Но возникает вопрос. Действительно, зачем, почему, с какой целью он назвал малыша Иисусом Христосом? Ведь нам известны факты, что вы занимаетесь поборами. К вам идут потоки верующих, приносят дары. И вы не работаете, живете на эти средства. Можно я будем говорить? Пускай выйдет любой вот сюда, вот сюда. И покажет, покажет мне хоть один документ, хоть один фрагмент, где я использовал имя Христа. Пускай покажет. Докажет здесь. Я принесу. Давайте сейчас дадим слово мэрии города Житомира, где она говорит, где вы использовали имя Иисуса Христа. Внимание на экран. Стоял я с младшим сыном, где была табличка, что вот Иисус Христос родил. Это все-таки, скорее всего, какой-то семейный проект, приближенный где-то к бизнесу, способом зарабатывания денег. Своего рода пиар-компания. Основанное, к сожалению, на чувствах ребенка и чувствах верующих, которые где-то в это начинают верить. Давайте пригласим сюда органы опеки города Житомира. Что скажет нам начальник службы по делам детей города Житомира Надежда Косяк? Встречаем ее. Добрый вечер. Добрый вечер. При каких обстоятельствах вы познакомились с семьей Владимира? Дело в том, что это многодетная семья, которых у нас в городе много. Близко 600 семей, где много детей растится. Но не все семьи попадают в поле зрения нашей организации. И то, что ребята из этой семьи учатся в школе-интернате, это все-таки было упущение со стороны родителей. И благодаря общим усилиям ребята сейчас учатся. В школе ребят хвалят. И говорят, что хорошие, способные дети, они бы могли заниматься в обычной общеобразовательной школе, по обычной программе, а не по вспомогательной. И когда говорить об этой семье, то хочется сказать, что родители должны одинаково любить всех детей. И внимание одинаковое давать всем детям. Давайте предоставим слово детям. Извините, внимание на экран. Выделяют Иисусу внимание, папа, самое большое. На Тусе уделяют. Нам с Юлей не уделяют Бог. Любят. Самое большое Иисусу, может, что он назван Иисусом. Меня это обижает. У меня отец работает священником. Ну и мама не работает. Нам помогают там, кто же удаст, деньги дают. Самое большое младшее ему достается, это Иисусу. Вот вопрос к представителю органов опеки. Как вы относитесь к заявлению Владимира в отношении маленького сына Иисуса, когда он заявил, что он не позволит ему посещать общеобразовательную школу и не позволит получать религиозное образование? Что этот малыш обречен на задержку психического развития в связи с таким положением. Как вы относитесь? Ну, я могу сказать с полной уверенностью только о том, что все дети должны учиться. Ведь в городе живет 50 тысяч детей. Почти. А если мальчик не пойдет в школу, не будет ходить, понятно, что можно принести любые справки. Вот мы уже видим, да, детей, которые доведены уже до школы-интерната. Но довело их государство, а не я. Выгнал меня из моего дома на мороз государство. Вот возьмем так. Смотрите, какой сейчас уклон идет. Что якобы я виноватый. Почему вы не работаете? Объясните мне. Почему не вы, не ваша жена в жизни не работали? Меня в это возмущает. И вы хотите хорошо жить в отдельной квартире? Все, чтобы у вас было в шоколаде? Андрей, Андрей, во-первых, во-первых, у меня вон папка, подтверждающая обратное. Где, подскажите нам, где вы работаете? Здесь написано четко, предъявник этого посвящения, вот, предъявник этого посвящения, Радюк Володимир Борисович, Е, головою парафиальной рады Украинской автокефальной православной церкви, покрова Пресвятой Бородицы Мишта Житомира. Давайте мы сейчас перейдем уже все-таки на русский язык, да, чтобы мы здесь продолжали. Я хочу, еще одну минуту, я хочу, он пишет, что он... А пускай он покажет документ, где он работает, а он как раз нигде не работает и не числится. Пускай сейчас, я показал вот документ, а пускай он покажет, и вы убедитесь, кто с нас лжет. Опять агрессия, одни обвинения и обличительность. Агрессия, да, агрессия. Для священника это не годится, это грех, бросать камни в других людей, тем более своего брата. Так, привет из 24-летней давности. Роза сериала «Универ» Маша Кожевникова сегодня здесь с нами. Маша, а ты считаешь, это правильно поступил Владимир, назвавший? Ну, я считаю, проблема не в том, что он назвал Иисуса Христом, а проблема в том, что он ребенка уверяет о нас всех, что он какой-то святой, что он что-то делает и исцеляет. Где это? Хоть один человек может доказать это, что он это делает. Давайте мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу. Далее в нашей программе «Человек, который излечился благодаря маленькому Иисусу». Так, или пусть говорят, сегодня мы обсуждаем историю маленького Иисуса Христа из города Житомира. Именно так Иисус Христос 7 лет назад житель Житомира Владимир Радюк назвал своего младшего сына. Меня зовут Иисус Христос. У дома, где живет малыш, ежедневно собираются сотни паломников, желающих прикоснуться к чуду. Отец Иисус утверждает, что его сын может творить чудеса и способен исцелять от неизлечимых болезней. Дядя Иисуса Виктор Радюк не признает святость племянника. Он считает, что отец мальчика просто зарабатывает деньги, торгуя собственным сыном. Мне стыдно, что мой брат Владимир Аферист зарабатывает деньги на моем племяннике, назвавший его Иисусом Христом. Каким образом бывшему милиционеру из Украины вот уже 7 лет удается зарабатывать на явлении Христа народу? Ну а сейчас я хочу пригласить в студию человека, который излечился благодаря общению с маленьким Иисусом Христом. Встречаем в нашей студии Сергей Григорьевич Горкуша. Что расскажет он? Сергей Григорьевич, добрый вечер. Сегодня здесь многие сомневаются в святости маленького Иисуса. Вы почувствовали на себе его силу? Ну, если святость можно рассматривать с той позиции, что через него действует Бог, то да. В частности, он руки возлагал после ожогов, кожа очень быстро зарастала с молитвой. А что вас привело в дом Владимира? Ну, во-первых, я узнал такое необычное имя, сам заинтересовался. Кстати, у отца Владимира двери действительно открыты к любому желающему, кто хочет, может прийти. И аура, знаете, тоже в доме такая обстановка, ну, располагающая к молитве. И вот сколько у меня бывало к маленькому Иисусу, я прикасался, разговаривал, это что-то удивительное, какая-то, знаете, энергия чувствуется. А вот бегает он такой живой тоже, жизнь кипит в нем вот так вот. Витя, а вы фамилии можете конкретно назвать, кого он исцелил? Ну, вот несколько фамилий. Никого. И имен хотя бы. И медицинские свидетельства врачебные имеются? Давайте послушаем, как раз Иисусова, внимание на экран. АПЛОДИСМЕНТЫ Я люблю кушать мороженое, мясо, маску. Боюсь красных муравей. Я боюсь черных муравей. Тараканов нет. Тараканов я могу еще по рому пить. И только вот эти пальцы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Александр, вам не кажется, что перед нами обычный ребенок? АПЛОДИСМЕНТЫ Только очень длинноволосый. Мне вот интересно, что вы ему волосы-то не ставите? Глядите, обовшивит. Может быть, в этом есть какой-то сакральный смысл? Это мой ребенок. Я вашему ребенку не говорю, будете его стричь или не будете стричь. Это ваше личное дело. В семью лезть не надо. Это первое. Второе. Где? Назовите мне хоть один факт, чтобы я где-то вывесил какую-то рекламу, что у меня сын, извините меня. Это чудо. Не-не, обойтите. Это божий глаз. Обойтите. Я говорю, прежде чем нападать, нужно иметь основания. Нет, ну какие основания? Мэрия говорит, что вы зарабатываете на том, что попрошайничаете деньги. Пускай там мэрия. Мне в квартире государство написали в газете, что нам исполком помог в ремонте. Все деньги, затраченные на ремонт частично моей квартиры, помогли простые люди. Почему простые люди вам помогают? Почему у вас нет своих собственных средств для того, чтобы отремонтировать квартиру? Объясните мне. Вот только по-нормальному, даже если нет работы. Пойти, не знаю, на базаре торговать яблоками, не рвать их, да, вот просто. Андрюша, будем говорить, если вот сидит священник, да, представьте себе сейчас ситуацию, ему не будут платить зарплату, зарплату, да, он снимет крест, снимет подрастник Рызу, снимет, да, и пойдет торговать на базар, заместо того, что он обязан даже голодным, айти и проповедовать Слово Божие. Это одно раз. Отец Максим, если вот вам не будут платить зарплату, как священник должен выйти из ситуации? Вот я тоже хочу понять. Я пойду работать. А? Я пойду работать, а по воскресеньям буду служить. Да, Маша. У меня вопрос к представителям органа опеки. Во-первых, за что их выгнали? Видимо, за неуплату, да? И во-вторых, вот вы обследовали их семью. Могут ли эти родители по своим финансовым возможностям, по своим возможностям с точки зрения психического здоровья воспитывать детей? На ваш взгляд, не нарушаете ли в этой семье права детей? Ну, дело в том, что в любой семье для детей все-таки важнее то, что они воспитываются своими родителями. Это приоритет государственный. И то, что сейчас, когда родители не работают, а трое детей всю неделю находятся в интернате на полном государственном обеспечении, это своего рода помощь государства для того, чтобы семья могла справиться со своими трудностями. Тем более, что у них в доме действительно есть большая задолженность по уплате различных услуг. Их уже за это выгоняли, да? Вот из квартиры выгонялись. Нет, это другая история. Вот объясните, что за история? Его никто не выгонял, просто этот дом принадлежал другой организации. У нас как пишется, если у тебя есть квартира, ты идешь в свою же квартиру. Его никто не выгонял, ему просто сказали, иди, живи в свою четырехкомнатную квартиру. Но он же не захотел идти туда. Главный вывод из всей этой истории такой. Значит, вот каким бы ни был неадекватным человек, он всегда найдет себе каких-то адептов. Вот мы видим благодушного журналиста. Вроде нормальный человек. Адепт. И я совершенно понимаю, почему здесь оказался наш главный герой. Вот он ушел, он не может этого слушать. Предложить, вот он сейчас сюда придет, осталось еще лишь. Все уже осудили, осталось только распять. Распните, вам только это осталось. Вот, вот Иисус Христос уже в нашей студии. Вот он, пожалуйста, распинайте. Бучковский, Лена, вот вы знакомы с ситуацией, вы считаете, зачем все это? Когда я пришла в гости к Пану Владимиру, я спросила, первое, что я спросила, зачем вы назвали сына Иисус Христос? Он мне ответил очень, очень просто. Он сказал мне так, что человек долгое время живет, чтобы прославить свое имя. А я сделал наоборот. Я назвал своего ребенка уже прославленным именем. Он неправильно распределил роли в этой игре. Если он так мечтал об этом именем Иисус Христос, почему бы он сейчас не назвал так себя? У нас можно менять имя? Мальчик, он просто не понимает вот сейчас. Почему бы вот отцу сейчас не пойти в завтра? Почему вам не сменить сейчас имя, Владимир, и не назвать себя Иисусом Христом? А вот смотрите, я вам зачитаю коротко. Два расчета. Нет, давайте мы сейчас... Нет, нет, нет. Потому что сейчас у нас осталось время только для того, чтобы позвать в студию маму Иисуса Христа. Вы хотели увидеть маму. Вот она. Наталья Радзюк. Встречаем ее. Наталья Радзюк. Встречаем. При святую. Здравствуйте. Здравствуйте. Это ваш четвертый ребенок, я так понимаю, правильно? Да. Почему вы довели до такого состояния, что все дети у вас практически в интернате, вы не работаете? А потому что нечего нас было выгонять. Тогда, когда мы жили, нашла Малиху. Но вы только что выяснили, что вам было куда идти, вернувшись в комнатную квартиру, где у вас жили уже брат и сестра. Хорошо. Вам негде жить, но работать вам есть где? Работать? Вот ребенок пойдет в школу, пойду работать. А сколько вам лет? Только что ваш отец сказал отец ребенка, что он не допустит, чтобы ребенок пошел в школу. Ну, отец сказать может, но все равно ему же рано или поздно придется учиться. Я так не говорил. Я сказал, что когда мне задавали вопрос и журналисты, пойдет ребенок в школу, я сказал четко. Иисус. Я сейчас веду переговоры, чтобы определить его в частную школу. У вас нет денег. Какая частная школа, Владимир? Андрюша, 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 я же не спрашиваю у человека, который хочет определить своего сына или дать в частную школу, есть ли у него деньги или нет. Может быть, ему кто-то пообещал. Может быть, что мне кто-то и даст на ребенка деньги, чтобы он заучился в школе. Откуда вы исключаете это? А у меня, между прочим, есть такой человек, который в финансовом отношении... Вот два свидетеля, вон, сзади вас, женщина сидит, Анюта. И вот человек есть, который сказал, приехал, когда узнал, он приехал за тысячи километров из-за рубежа приехал. И он сказал, я помогу, у меня есть возможность вам помочь. Он купил нам автобус. Сколько лет вашей жене? Какая разница, это моя жена. Я у вашего мужа не спрашиваю, сколько ему лет. Это ваши проблемы. Можно мальчика спросить? Андрей, Андрей, все. Малыш, я извините, могу тебя Иисус Христос назвать? Иисус, иди сюда, поговорим там, то очень далеко. Иди сюда, подойди. Андрей, мне вопрос к нему, можно? Да, конечно, факт. Я просто хотел, чтобы он ответил. Андрей, да. Вот, малыш, скажи, пожалуйста, у тебя есть мечта? Скажи, пожалуйста, какая? Не знаю. Ну, что-то хочется уже? Ну, что хочется, сейчас больше всего. Не знаю. Ну, а когда ты вырастешь, ты кем будешь? Священником. А зачем ты станешь священником? Почему? Чтобы любить людей. Легче молиться. Не тыкайте. Имейте уважение. Я думаю, что у каждого ребенка в детстве есть мечта. У мальчика почему-то нет. Но мне кажется, что очень светлый малыш, жалко его, что... Юрьевич, мне кажется, вот вы бы как поступили? Что нужно делать? Нет, надо ставить вопрос о соответствии родителей родительскому званию. Может быть, ставить под сомнение, потому что лишают его образования, лишают нормального воспитания, подвергают большим опасностям его дальнейшую судьбу человеческую. И меня поражает позиция органов опеки, администрации, которая спокойненько взирает на это. Что вы хотели? Я хочу мальчику дать конфетки. Можно? Хочешь конфетки? Хочешь. Отец Максим, ну вы бы что делали в данной ситуации? Допустим, это ваши прихожане. Вот вы знаете такую историю. Вот что бы вы делали? Психиатрическая экспертиза. Срочно, срочно психиатрическая экспертиза. Психолога психиатрическая. Здесь она. Десять. На повторную. А хоть вы десять делайте повторных. Я все-таки хочу сказать, что, конечно, а, бедная Украина, б, бедные матушки, которые выглядят сегодня вот так и ведут себя вот так, бедные дети, которых мне жалко, честно. Потому что, конечно, можно, правда, как хочешь, наверное, называть детей сегодня в современном мире, но главное, чтобы родители на них не спекулировали, чтобы у детей было счастливое детство. Иначе это все превращается просто в какой-то международный фарс. На сегодня все. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова